Знамение конца света – откровение пророка Мухаммеда. Знамение конца света – это тема, которая волнует людей уже не одно столетие. Многие религии и культуры имеют свои представления о том, какими будут признаки наступления конца света. Одним из самых известных пророков, который пророчествовал о знамениях конца света, был Мухаммед. Мухаммед был последним пророком в исламе. Он жил в VI веке на территории нынешней Саудовской Аравии. Мухаммед получал от Бога откровения, которые записывались в Коран. В некоторых откровениях Мухаммед говорил о знамениях конца света, которые должны произойти перед судным днем. Одним из знамением является появление даджи джала – лжепророка, который будет обманывать людей и убеждать их в своей божественности. Мухаммед говорил, что он будет иметь большие глаза и будет утверждать, что он Иисус Христос. Однако верующие мусульмане должны помнить, что Иисус Христос был пророком, а не Богом. Еще одним знамением является появление Гога и Магога – народа, который будет нападать на другие страны и уничтожать все на своем пути. Мухаммед говорил, что Гог и Магог будут пить воду из всех рек и озер, а также будут убивать всех, кто попадется на их пути. Также Мухаммед говорил о том, что перед концом света на земле произойдет много бедствий – землетрясений, наводнений, эпидемий и т.д. Однако он утверждал, что это не повод для отчаивания и страха, а скорее для того, чтобы люди вспомнили о своей вере и обратились к Богу. В истории есть много примеров того, как люди видели знамения конца света. Например, в 1833 году произошло так называемое звездопадение, когда на небе можно было увидеть тысячи падающих звезд. Это вызвало панику среди людей, которые считали, что это знамение конца света. Еще один пример – это землетрясение в Лиссабоне в 1755 году. Оно было настолько мощным, что вызвало цунами и унесло жизни тысячи людей. Многие считали, что это было знамением конца света. Таким образом, знамение конца света – это тема, которая волнует людей уже не одно столетие. Мухаммед пророчествовал о многих знамениях, которые должны произойти перед судным днем. Но важно помнить, что вера и молитва могут помочь людям пройти через все испытания и бедствия.